В силу советского анекдота Я, конечно, сильно моложе, но моя мама точно озвучит пару зарисовок про Ленина и советских газет Таких, которые как будто на злобу дня Правда, насколько это реальная острая сатира, вопрос спорный Вроде бы пошутили, а вроде бы и непонятно, что хотели сказать Так вот, столетия идут, а тренды никуда не уходят В нынешней России шутить про Путина и про политику тоже можно, правда так, аккуратно Сегодня я расскажу вам, как юмор снова стал очередным орудием пропаганды А такие молодежные и, как мы раньше думали, либеральные проекты, вроде что было дальше, оказались в центре политической битвы Но для начала ваш лайк и подписка, это все, что мне нужно Меня зовут Виктория Кинищева, это программа «Непродверь» Мы начинаем 30 сентября в новостях очередная молния На просторах ютуба появился новый выпуск шоу «Что было дальше» Его ведет компания из пяти комиков, в том числе Нурлан Сабуров и Алексей Щербаков В гостях нового выпуска актер Арузиль Минникаев, который сыграл Марата в слове «Пацана» Привет, Алексей Чумаков и комик Саша Петросян Я много переезжал, и поэтому я тогда жил в Нурлате В родной мастер Нурлат? Нурлат Бамбуров? А где? Я жил тогда в Нурлате Бамбурове Как ты сказал? Шоу взорвало интернет в 2019 году Продюсер Вячеслав Дусмухамедов За долгие ведущие слушают историю из жизни знаменитости, то есть их гостя На самом интересном месте приглашенная звезда останавливает рассказ И комики должны предложить свою концовку истории Все действия обязательно сопровождаются чем-то вроде прожарки Ведущие подкалывают, издеваются и шутят над своими гостями Собственно, поэтому шоу и стало таким популярным Здесь не было запретных тем, не было заискивания перед звездными гостями В эфирах появлялись такие герои, как Юрий Ду, Тёсик Пригожин, Артемий Лебедев, Настя Ивлеева, Виталий Милонов Вы много раз акцентировали свое внимание на том, что в выпуске с Гариком Артиросяном мы завалили ехать А вот, а ты с Киселевым как посидел, попи***ь? Но все изменилось с началом войны Янаре 22-го программа ушла на каникулы и просто не вернулась на Ютуб Потом появились слухи, что ВК скупает продакшн медиакмолити, который занимался этим продуктом Когда ВКонтакте усиленно готовили на замену Ютуба Сервис отключил монетизацию в России Дус Мухаммедов понял, что деньги на американской площадке не заработать А значит, нужно переходить на новую В итоге Дус Мухаммедов обо всем договорился с ВК Но забыл поставить в известность коняков ЧБД Команда разругалась с продюсером и покинула медиам-квороте И явно не по политическим соображениям Потому что сразу после этого они заключили контракт с ВК Но уже напрямую, без посредника, в лице Дус Мухаммедова В 2023-м с канала Label.com, где выходила программа, исчезают все выпуски И появляются во ВКонтакте На новой площадке выходит выпуск ЧБД с Богданом Лисевским и Хасбеком Медуза со ссылкой на источники пишет, что за три выпуска Участники получили порядка 500 миллионов рублей от ВК Помимо гонораров, у этого выпуска были еще примечательные детали Ну, во-первых, понимательные зрители ругали программу, что она была невероятно скучной Но зато просмотры поразительные Больше 100 миллионов При аудитории сервиса 70 миллионов человек То есть буквально вся аудитория ВКонтакте якобы посмотрела этот выпуск И еще половина сделала это дважды Если верить аналитикам, то все дело в том, что ВКонтакте, мягко говоря, очень плохо считают просмотры А возможно и вовсе не честно То есть буквально вы открыли видео, а оно грузится Один просмотр Обновили страничку Еще один просмотр Случайно кликнули и закрыли Уже целых три просмотра Поэтому удивляться 100 миллионам сильно не стоит Но и с такой системой накручивать просмотры тоже не составляет труда И ВКонтакте также могли помочь продвинуть программу, которая им же и принадлежит Правда, команду ЧБД метрика, видимо, не сильно волнует С такими гонорарами Ну и вишенка на торте — это комментарий Какое-то бесконечное количество восторженных и благодарных команде ВК Конечно, не будем наверняка утверждать, но выглядит, мягко говоря, странно После этого за год на канале вышло еще три видео Одно из них — это выпуск с невошедшим То есть снятые еще до коллаборации со ВКонтакте Видимо, снимать контент чаще нет особой необходимости Если гонорары действительно такие, как об этом пишет Медуза Последний выпуск с актером из сериала «Слово пацана» также вышел и на Ютубе На новом канале программы Но ВКонтакте за два дня почти 40 миллионов просмотров Напоминаю, мы ничего не понимаем об их достоверности Но что интересно, в среду выпуск из ВКонтакте был удален Интересно, почему ведь так хорошо смотрели А вот на Ютубе 670 тысяч — колоссальная разница с двоенными миллионами просмотрами В комментариях под новостью издания The Flow о перезапуске люди пишут, что шоу потеряло активальность Герои — неинтересные шутки про Калагрибова, устаревшие Да и вообще в 2024-м это все как будто уже не слушается ЧБД, кажется, потеряли ощутимое ядро своей аудитории как раз с началом войны Когда многие публичные звезды выступили с заявлениями в поддержку Украины От команды шоу многие как будто ждали того же Ну, потому что она казалась очень современным и отвечающим либеральным ценностям Однако конники просто исчезли с радаров В заголовке СМИ шоу ЧБД вернулось после серии скандалов с Нурланом Соборовым, ведущим программом Во время его американского турне в 22-м году зрители потребовали от него высказаться против войны И вот что он ответил Вы должны понять, что у меня есть тоже свои страхи, да? Вы из кого мне делаете? Выскажись против, люди умирают, да? Да, вы успокоились Все они умирают, все они, моих друзей Мне никто не обязан Я обязан тебе, дружище Зрители пообещали, что теперь к нему будет еще больше вопросов На одном из следующих концертов на сцену попыталась выбежать девушка в окровавленном платье Символизируя собой убитых украинцев В ответ шутка, за которую я, честно говоря, прям почувствовала стык Ну а дальше в Чикаго отмена концерта Зрители выкотируют выступления комика В некоторых городах США даже проходят протесты И вот тут Соборов решил не промолчать и рассказал о русофобии Они решили отменить русских, но через меня Они зачем-то выходили на мой концерт с флагами украинскими После этого на его концерт в Майами даже не пустили антивоенные зрители Организаторы проверили телефоны пришедших Около 150 человек остались за дверью В общем, в битве за этот либеральный проект, видимо, победил ВКонтакте И как следствие Кремль Хотя последний выпуск команды опубликовала и на Ютубе тоже Видимо, только гонораров ВКонтакте недостаточно А теперь давайте вспомним про те самые советские анекдоты, которые я упоминала в начале В современной России они трансформировались в нечто новое Телевизионные юмористические программы Вы все абсолютно точно знаете шоу Канди Клаб Недавно интернет облетела новость, что шоу закрывается Позже выяснилось, что это был своеобразный прогрев перед перезапуском Канди Директор телеканала ТНТ Тина Кандылаки в начале сентября в Телеграме рассказала, что креативный продюсер Гарик Харламов придумал грандиозные изменения Гарик Харламов предложил огромное количество новых идей Это касается сцены, музыки, наполнения старых новых резидентов, самого юмора Я могу сказать только одно Прощай, комитет Какие будут эти изменения, пока можно только гадать Но вряд ли мы увидим там политическую сатиру Последние лет 10 точно едва ли зритель шоу ждал от комиков каких-то остроумных политических шуток Хотя, конечно, и туда просачивалось Например, в травоядном по нашим меркам в 21 году Павел Боля на сцене пошутил про дворец Путина Причем максимально абстрактно Но даже такую шутку удалили из эфира Я знаю, какой дворец у мартиросян Я там был, я был там с мартиросяном Мартиросян мне сказал, вот, Пашка, смотри, это мой дом Если будет какое расследование, Пашка, это твой дом Зато другие политические шутки камеди приобретают новую жизнь И уловить сатиры этой или пропаганды становится все сложнее Вот, например, 3 месяца назад на ютубе команда опубликовала сценку 8-летней давности Под названием «Сотворение мира» Но актуальность в сегодняшних реалиях неоспорима Бог и сатана встречаются, чтобы создать планету Бог наделяет каждую страну какими-то положительными качествами А сатана — отрицательными В первую очередь досталась, конечно же, Америке Это будет великая страна Там президентом сможет стать любой Белый, черный, рыжий, голубой Голубых людей не бывает Это инопланетяне Зато полная противоположность Цитата «Самая большая и великая страна России» Из минусов — пристрастие выпить Бурные свадебные драки Ну и плохой автопром Несравнимо, конечно, с устрашающими западными ценностями В этой стране будет фантастически красиво И как холодно Там будут жить люди красивые, умные, интеллигентные Пока не бухнут Ну и последнее Какими качествами должен обладать хороший россиянин? А вот и ответ Во всем виноваты америкосы Все, я создал идеального россиянина А теперь иди и расскажи остальным, как нужно жить Из свежего апрельский выпуск на ютубе 11 миллионов просмотров Называется «Коротко и верстно» Рожай Молодая пара на свидании в кафе Девушка откровенно намекает парню, что уже пятое свидание И пора переходить к более близким отношениям Парень намеков не понимает Но за соседним столиком оказывается начальник отдела повышения демографии в стране Он-то и объясняет прямым текстом, что надо срочно делать детей И не каких-нибудь там А наших, русских Артистизма у Харламова, конечно, не занимать Набор такой, что зритель буквально сбит с ног У меня пятеро, но что-то потянуло пойти еще Николая сделать Так, обыграть демографическую проблему – это шедевр После этой наихаризматичнейшей экспрессии Гарика даже я захотел родить Николая Хотя, конечно, не каждого зрителя удастся привести А что, слабо сказать? Ради солдата, расти его, корми его и отдай государству убить его Кто-то может сказать, ну а вдруг это высмеивание государственной политики Просто через юмор Так сказать, смеемся с абсурдностью ситуации На это я вам отвечу стендапом Канюкеса Ирины Приходь Называется беременизация Проблема та же Посыл ровно противоположный Мужчин заставляют убивать, женщин заставляют рожать И я боюсь, что грядут какие-то ужасные события И для женщин тоже, я имею в виду, для мужчин была мобилизация А прикиньте, для женщин тоже что-то будет Беременизация Частичная И куда девчонкам ехать? В Грузию, что ли? А вот еще актуалочка от Камеди В марте 23-го года в Россию приезжал Син Цзиньпинь Это была первая их встреча после того, как Международный уголовный суд Выдал ордер на арест Путина Ответочка у ТНТ была грозная Еще один проект ТНТ это женский стендап Сам по себе, на мой взгляд, он совершенно беззубый Но одну любопытную деталь я выдела Большое количество российских шуток Вот, например, темнокожая девушка Белла, резидентка шоу Рассказывает, как в ресторане с ней пытался познакомиться парень И назвал ее шоколадочкой и африканочкой Это ее обидело Правда, после того, как он закрыл ее счет, она передумала Я думаю, что я гоню? За бутылку чипоса я твой ниггер, понятно? Но вот еще интереснее Юмористка с казахскими корнями Саулей Исупова Шутит про своего будущего ребенка и тяжелую интеграцию в столице Цитата Мне уже многое пришлось сделать, чтобы этот узкоглазый родился в Москве Я планирую прям мстить ему Знаете, только желтую одежду буду покупать ему Буду говорить, зачем тебе раниться Вон термосумка И сменка влезет, и обед всегда теплый Если бы вдруг не поняли, то желтая одежда и термосумка Это отсылка к курьерам Яндекс Огромная часть из которых это выходцы из Средней Азии Подобную шевинистскую шутку я также слышала и от комика Макса Ко из проекта Стендап Он рассказывает, что сам не разбирается в азиатах И если бы ему в детстве не сказали, кто он, то он бы и не понял Я бы смотрел на себя в зеркало и такой Ну, я, наверное, русский, но жестко бухаю я А теперь следите Абсолютно идентичная шутка во время выступления в первой лиге КВН от Рустама Хасанова Из команды «Парни из Уфы» После любого застолья на следующее утро, подходя к зеркалу, вы видите лицо Лицо Республики Башкортостан Но показываю я вам это, поверьте Не ради того, чтобы указать на второсортность шутки Вовсе нет После этого выступления в КВН комику Рустаму Хасанову пришлось извиняться Хотелось бы извиниться перед всей Республикой Башкортостан Перед всеми нашими политиками за эту шутку Все-таки Министерство цензуры работает с перебоями Ну или, как говорится, с перегибами на местах Кому-то повезло и Министерство пропустило А кому-то все-таки приходится извиняться Это, конечно, интересно, потому что для российского комика на самом деле осталось не так много тем для юмора Смотрите сами Про политику нельзя, только в хвалебном ключе Про отношения мужчины и женщины спорно Только в контексте традиционных ценностей Женщине шутить про свидания, секс или детей тоже не очень безопасно Особенно в свете закона о пропаганде Child Free Кстати, и про пропаганду ЛГБТ тоже не забываем В общем, девочки шутят про многоточки, а мальчики про качалку Кстати, про качалку на ТНТ есть реальный стендап Тут я тоже не пошутила Но, конечно, главный приз за политические шутки уходит КВН 8 сентября умер Александр Мстяков Он был руководителем и ведущим КВН А еще доверенным лицом Путина КВН это, пожалуй, единственное юмористическое шоу На котором Путин появлялся лично Поэтому именно у КВН была монополия на политический юмор Впрочем, у КВН была и самая жесткая цензура Но потому что именно они были под пристальным наблюдением Когда Путин приходил в гости Зрители буквально становились свидетелями сцены Шуты тешат царя В основном комики позволяли себе смеяться Про страх перед президентом или что-то в этом гихе Но с началом войны шутки про Путина И других федеральных политиков из КВН исчезли На это обратили внимание наши коллеги, и сможем объяснить А вот региональным иногда достается Но большой брат всегда на чеку Как пишет издание УРА.РУ Из выпуска КВН, который снимали в Екатеринбурге Вырезали шутку про Свердловского губернатора Евгения Куйвышева В начале лета в связи с кадровыми перестановками В регионе обсуждалось повышение Куйвышева Однако в итоге ничего не случилось И он остался на своем месте Во время выступления комики спросили губернатора, который был в зале Мол, накосячили где-то, или это поощрение у вас такое Губернатор посмеялся, но цензурная комиссия не оценила Шутку из эфира вырезали Хорошо, что хотя бы извиняться не пришлось Очевидно, запрос на политический юмор у аудитории есть Ну, так же, как это было в СССР с анекдотами КВН комплиментарно заигрывает с разрешенными персонажами Например, с Визулиной В одном из выпусков она встречается с молодыми музыкантами Играющими на традиционных русских инструментах И спорят с Милоновым, нужно ли их запрещать Мол, это же не рэперы какие-нибудь Ну, а заканчивается все читкой от Мизулиной Под минусовку трека Моргенштерна Глава безопасного интернета во время выступления сидела в зале в жюри По ее словам, она поддерживает политический юмор И КВН остается ее любимой программой с детства Ну, еще бы, ведь все под присмотром Большого Брата Об особом статусе КВН еще говорит и то, что это, кажется, единственная юмористическая программа В которой разрешено вообще произносить слово Украина Про Крым наш и аннексию еще с 2014-го не раз шутила тоже Камеди Вот с февраля 22-го произносить вслух слово Украина Если дальше не следует слова уничтожить и нациста Кажется совсем небезопасным Собственно, об этом и зарисовка КВН Так как в течение двух часов участники поля чудес не могут угадать очевидное слово Олег, буква Мне кажется, если я сейчас выиграю, то я проиграю За право принимать в гостях самого Путина и получать хвалебные отзывы от Низулина КВН платят премилинейной поддержкой войны Например, команды выступают перед участниками СВО А также собирают посылки для военнослужащих С февраля 22-го юмор в России претерпевает бесконечные изменения Сначала казалось, что шутить вообще нельзя Юмористические программы закрывались и уходили Не только с кнопки, но и с ютуба Однако Кремлю стало ясно, что людям нужно где-то выпускать парк Очевидно, вечеринки Насти Ивлеевой не подходят Развлечения должны быть под серьезным цензурным наблюдением И не важно, политический ли у вас юмор Перед Кремлем задача, большие шоу и популярных блогеров Надо выкупать и отправлять на новый ютуб Вконтакте На это можно выделять сотни миллионов рублей На гонорары, на продвижения, на довольные комментарии счастливых подписчиков Но как мы видим по ЧБД, и этого недостаточно Ютуб все равно переигрывает Народ при этом обязательно должен потреблять именно согласованный с АП контент Шутить про власть можно, только то, что разрешила она сама Ведь это помогает отвлечь людей от дел насущных Можно высмеивать феминизм Женщинам, которых лишают права на аборт Можно шутить про разрез глаз и цвет кожи Тем, кто ежедневно сталкивается с ксенофобией Главное не произносить вслух саму проблему В современной России нет реальной политики Есть режим, и его нужно обслуживать Быть комиком и не подыгрывать режиму не получится Оставаться в стороне и шутить про свои азиатские корни не поможет Ведь в любой момент к тебе постучатся в дверь И напомнят правила игры То, что вчера было можно, не обязательно будет разрешено сегодня А это значит, что и гонорары в конверте С подписью от АП и коллаборацией в ВКонтакте не способны На этом у меня все С вами была программа «Не та дверь» Посмотреть десятки выпусков с очень плохим юмором было сложно Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки Подписывайтесь на канал До новых встреч!